Количество услуг. Звезды это количество услуг. Там бассейн, там определенный набор, который тянет на 5 зеленых. А так я бы не сказала, что там что-то такое очень жигарное. Может гостевой дом будет, там цена будет. Где-то цена около 2000. Может гостевой дом сделать, где-то условия нет. Где вы должны залезать сейчас до того, сколько услуг. В Гранд Паласе, я надеюсь, мы до него дойдем. Парк городской. Он был задуман, когда строился город. Это было начало 20 века. Распланировали вот эту верхнюю часть города и начали ее застраивать. Маленький парк, лиственничный парк. Лиственница, у вас там головами. Лиственница, дерево вечности за ее прочную древесину. И такое курортное получилось дерево. Единственное хвойное лесопадное округлище. Курортный сезон закончился. После двоя спало. Курортный сезон начался. Появилось другое. Здесь лиственничный парк. Здесь появилась культура. Еще в зелинской деревне. Здесь в поселке Отрадное, тогдашний Георгий Паласе прятался от фашинцев. Преподаватель Академии художественных делок. Это Герман Брайкер. Он девят, как право. И здесь оставили несколько его работ. Вот это девушка с пушином. Правда, это курортное. В начале перестройки был обнаружен дом, в котором он здесь жил, в Отрадном. Там открыли музей. И оригинал принесли туда. Это сделали мастера из Эрмитажа. Она соответствует тому, что есть. Вот музейчик у нас в Отрадном. Германа Брайкер-то. Работы основные там. А на променаде есть его купальщик. Она так крепко прикреплена. Это трудно изворотовать. Здесь просто боялись, что ее разобьет. Мраморная скульптура. В общем-то, разукрашивали ее периодически. Вот это еще с немецких времен. В немецкое время здесь было место отдыха. Еще мои родители сюда ходили танцевать. Здесь была площадка танцевальная. Немцы, которые здесь когда-то отдыхали, тоже приезжали. Говорят, здесь площадка мы здесь отдыхали. Это места нашей молодости. Ну, дальше обкомские дачи были. Поэтому не очень это было хорошо. В принципе, и сейчас. Люди, которые живут рядом с такими зонами отдыха. А сегодня отдых это не до 11, не до 10 часов, как в те времена. Вот не очень счастливы от этого. Отдых у нас до утра здесь. Город гудит до утра. И народ отсюда старается бежать. Если есть возможность, спальный район, жилой район. Вот здесь те, которые там жили, были недовольны. И площадка отсюда исчезла. В общем-то, получился такой парк с проходной дворной в руках. Может быть, что-то изменится. Парк и улица Остяковская. Она называлась променадом аллеи. Променад прогнозом. Променадом, променад. Наша набережная сегодня и променад. Для курорта частое название. Променадом аллеи. Она ведет на променад. Вот эта зона должна быть, как у нас сейчас говорят, арбат. Пешеходной зоной. Здесь уже начались работы, но очень медленно. Как-то мы еще не просматриваем, что здесь будет. Предлагает кому-то что-то строить. Найдутся инвесторы, тогда начнем с исправителя. Мы сейчас выйдем на променаду налей и идем в сторону моря. Это вот все наш центр.